МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, дорогие мои друзья! Здравствуйте! Наконец-то в моем графике образовалась небольшая брешь, в которую я спешу вставить очередной видеоурок по программе Reaper. Как вы помните, мы создаем наш гениальный опус. И сегодня мы будем говорить о формате MIDI и коснемся немножко VST, VST-инструментов, VST-эффектов и попробуем сделать даже свой инструмент с помощью вот этой вот, на базе вот этой вот пукалки. Также мы немножко рассмотрим, что такое сэмплеры и с чем их едят. Я надеюсь, что этот урок будет очень интересный, а посему давайте приступим. Итак, как вы помните с прошлого нашего урока, нам как-то не удалось внести никакую ясность в нашу речитативную гениальную тему, так как нам похоже, что не хватило темы как раз мелодической. Ну и сегодня мы попробуем придумывать как-то таки эту тему, создав уже свой персональный инструмент и записав в него звуки из вот этого детского девайса. И фактически мы сами создадим свой синтезаторный звук, который мы обработаем эффектами, он будет у нас очень модный. Итак, давайте поговорим о MIDI. MIDI — это английская аббревиатура Musical Instrument Digital Interface, цифровой интерфейс музыкальных инструментов. Это такой формат звукозаписи, представленный в виде последовательных MIDI-команд, именно команд, содержащих данные о ноте, ее длительности, громкости, темпе, ну и так далее. Иными словами, MIDI — это такой набор команд для синтезатора или секвенсора, который уже, в свою очередь, читая эти команды у нас, выдает уже соответствующие им звуки. Для наглядности давайте я вам покажу, как выглядит MIDI-дорожка изнутри. Посмотрим мы это в программе Cakewalk в режиме Event List, лист событий. Ну, как вы понимаете, MIDI-команда — это и есть некие такие события. Как вы можете убедиться, это похоже на обыкновенный табличный текстовый файл. В этой колонке у нас указано, что вот это нота, что она вот такая, время ноты, длительность, громкость тут указана. Кроме нот здесь есть также различные команды, такие как Will, колесо изменения тона, так называемый Band. И секвенсор двигается по этому списку и обрабатывает эти команды, выдавая по ходу звуки в соответствии с вот этими выставленными на данной дорожке нотами. Ну и, соответственно, инструментом, который на данной дорожке установлен. В данном случае, это у нас дорожка 1, на ней у нас стоит в данный момент слэп-бас. Ничто нам не мешает поменять это легко, к примеру, на рояль. И важно понимать, что звуки инструментов хранятся, конечно же, в самом синтезаторе, а не в MIDI-файле. В данном случае у меня используется мое стандартное MIDI-устройство, достаточно убогое, скажем так. Поэтому, если вы хотите, можете мне выслать кучу денег на новое, хорошее. Как я уже отметил, MIDI-файлы не содержат никаких звуков, они могут только ими управлять на внешних устройствах и инструментах. Вы можете проиграть MIDI-файл практически на любом синтезаторе, используя его звуки и команды. Ну и, конечно, возможно, даже на мобильном телефоне, если у него есть полифония. В этом и заключается универсальность формата MIDI. Или так называемого формата General MIDI. Давайте теперь посмотрим на MIDI-дорожку в режиме Piano Roll. Это такой режим, где мы можем вставить нотки квадратиками, то есть как-то визуализировать способ выставления ноток мышкой. Вот, курсор, как вы видите, достигая ноты, автоматически посылает требования синтезатору эту ноту сыграть именно вот с такой длительностью и именно вот с такой громкостью. Ну и все остальное, в частности, звук, уже зависит, естественно, от синтезатора. Ну, это я уже сказал, да? Так вот, хотелось бы рассказать немножко, что в 90-е годы очень были популярны так называемые трекерные секвенсоры, в частности, такие программы, как Fast Tracker 2, Mad Tracker, отличительная черта которых была в том, что в качестве инструментов в них можно было использовать собственные звуки, что на тот момент было, конечно, очень здорово. И потом появились легендарные, конечно, карточки Sound Blaster Live с звуковыми банками формата Sound Phone 2, SF2, которые также можно было делать самостоятельно, используя различные программы, там, например, Vienna, Sound Phone Studio. Ну и для многих, и для меня в частности, формат SF2 по сей день не потерял своей актуальности, и я очень часто его использую. Более того, я очень много банков наделал сам, и я традиционно обязуюсь их распространять через, конечно, свой сайт musicworker.ru и безвозмездно ими делиться. Но, к сожалению, поддержка этих банков не всегда присутствует в программах, в которых бы хотелось. Вот, к примеру, в Reaper'е поддержки этой недовстроенной, но у меня есть некоторые способы с этим бороться. Я вам их, конечно, покажу чуть попозже. А в Fruity Loop Studio эта поддержка имеется. Так что, делайте соответствующие выводы. А музыку, сделанную на трекерах, можно было часто услышать, там, допустим, на 8-битных и 16-битных приставках Dendy, как вы помните. Это все было трекерная музыка, такое звуковое программирование. И ваш покорный слуга даже одно время очень увлекался этим. И некоторые треки вы можете скачать с этой страницы на моем блоге. И, если хотите, послушать их и откомментить в комментариях. И вот, мы с вами подошли вплотную к понятию сэмплер. И теперь давайте, конечно же, выясним, что же это такое и с чем его едят. Сэмплер — это такой девайс, который позволяет редактировать и воспроизводить различные звуки. Можно сказать, что в отличие от традиционного понятия синтезаторов, сэмплер использует как раз сэмплы, ну, то есть записанные звуки, которые он раскладывает по MIDI-клавиатуре и уже меняет высоту тона по заданным условиям, то бишь, говоря, по клавишам. Записав всего один звук, допустим, свой голос, вы можете играть им мелодии. Вот в этом заключается основной принцип работы сэмплера. Ну и, понятное дело, все это вы можете настраивать, наворачивать до бесконечности, получая совершенно безбашенные и модные инструменты. Все зависит, конечно, от вашего творческого потенциала. И важно здесь понимать, что сэмплер — это, по сути, у нас инструмент, который мы будем управлять по MIDI. Нашими MIDI-дорожками, нашей MIDI-клавиатурой, у кого она имеется, ну или виртуальной MIDI-клавиатурой, которая есть встроенная в Reaper. В режиме Piano Roll я, кстати, очень долгое время натыкивал мышкой достаточно реалистичной партии, так что наличие MIDI-клавиатуры совершенно необязательное условие, и я не брезгую режимом Piano Roll в написании своей музыки, например. Потому что не являюсь хорошим пианистом, скажем так, я вообще не умею играть на пианино. Ну, давайте сразу ознакомимся со встроенным сэмплером в программе Reeper, и вызывается он, как и все эффекты, а эффекты инструмента для Reeper находятся в одном месте, непосредственно вызывается он на дорожке, нажав вот эту вот кнопочку FX. Кроме того, вы можете кликнуть, например, в свободный слот дорожки, который находится вот здесь, слот эффектов. Он находится сверху рисочки вот этой. Про рисочку мы с вами поговорим чуть попозже. Итак, мы нажали, и вот открылся список наших эффектов и инструментов. Как вы должны помнить, из первого нашего занятия, я вам напомню, существуют VST-эффекты, папку которых мы указывали в настройках программы. Вот это VST-эффект это различные там ревербераторы, эквалайзеры и так далее. И VST-инструменты, в том числе как раз сэмплеры, виртуальные там синтезаторы и так далее, обозначаемые приставкой маленькой буквой И к слову VST. Получается VST-И. То есть виртуальный инструмент. Так вот, эти инструменты управляются, конечно же, по MIDI-дорожками. И чтобы эту дорожку записать, нам надо ее вначале создать. Но для начала давайте, конечно, добавим сэмплер на нашу дорожку. Он находится у нас здесь, в папке Кокос и называется он ReoSemplomatic 5000. Вот такое название у него. Сэмплер Reaper, как вы видите, достаточно простой. Давайте по порядку, конечно, немножко его разберем. Для начала нам надо загрузить в сэмплер, естественно, звук. Вот давайте откроем Media Explorer, нажав Ctrl-Alt-X и найдем здесь какой-нибудь звук, который мы будем использовать. Вот, к примеру, этот нам подойдет. Мы его можем просто перетянуть сюда мышкой из библиотеки, либо в самом сэмплере нажать кнопку Browse и найти его там в папках у нас в коллекции. Также мы можем, к примеру, самостоятельно записать голос микрофона. Давайте я его как раз запишу самостоятельно. Вот. И выделив этот участок нажать на вот эту кнопку и сэмпл автоматически у нас попадает в сэмплер, что очень удобно. Вот я записал свой голос. Теперь давайте заставим, конечно же, сэмплер играть. Для того, чтобы заставить сэмплер играть, мы можем воспользоваться либо виртуальной MIDI-клавиатурой, нажав Alt-B. Виртуальную клавиатуру мы также можем выбрать в списке View. Тут Virtual MIDI Keyboard. Либо настоящей MIDI-клавиатурой, если она у вас имеется. Либо создать на этой дорожке MIDI-элемент. Давайте его создадим, выделив участок на дорожке и выбрав в меню Insert New MIDI Item. То есть ставить MIDI-объект. Теперь давайте два раза щелкнем на этом объекте нашем. И мы попадаем в режим Piena Roll, про который я рассказывал. В котором мы уже можем слушать наш сэмпл в соответствии с тем, что мы туда загрузили, и записывать уже MIDI-партии мышкой. Ну и не только мышкой, чему будет. А для того, чтобы у нас работала MIDI-клавиатура, нам обязательно необходимо включить кнопку мониторинга на дорожке и отметить эту дорожку у нас как записываемую. Иначе Reaper играть вживую это не будет. Но после этого нам необходимо указать для трека вот здесь входы. Что вот вход у нас в эту дорожку будет идти из виртуальной MIDI-клавиатуры. Ну или из реальной MIDI-клавиатуры. Давайте покажем пока виртуальную. И вот она работает. Как видите, уже можно играть. Итак, давайте подведем итог. Мы добавляем на дорожку инструмент типа сэмплер. Далее в сэмплер мы добавляем звук и указываем вход для нашей дорожки MIDI либо виртуальной клавиатуры либо настоящей. И чтобы можно было все это слушать, мы отмечаем эту дорожку как записываемую и включаем кнопку мониторинга обязательно. Вот только теперь мы можем играть. Соответственно, чтобы она не играла, можно эти кнопки отключить. Естественно, скорость реакции сэмплера на нашу игру будет варьироваться в зависимости от установленной задержки ASIO для звуковой карты или, как правильно он называется, размер буфера. Ну, о котором мы с вами говорили в нашем первом уроке и вы должны помнить. Ну, вот давайте я вам покажу, в чем разница. Вызываю панель настроек Ctrl-P. Здесь через аудиодевайс, тут есть кнопочка, я вызываю панель управления звуковой карточкой. Ее, конечно же, я могу вызвать с панели пуска, но я стараюсь показывать наиболее универсальные схемы, чтобы это подходило ко всем телезрителям. Здесь я нахожу задержку, вот здесь латенция так называемая или размер буфера, как вам будет угодно, и ставлю самую максимальную здесь задержку. Вот. Вот. Теперь пробую играть на нашей клавиатуре. Вот, как вы слышите, задержка у нас достаточно суровая получилась, ее, конечно, заметно. А теперь давайте поставим самую маленькую задержку и и слушаем, как вы слышите, задержки практически нету. Маленькая задержка возможна, конечно же, только для карт со встроенным протоколом ASIO. Обычные карты с эмулятором ASIO for all, конечно же, будут, скорее всего, играть с заметной задержкой, так что вы особо не пугайтесь, если у вас при маленькой задержке пойдет характерный треск такой. Вот. Это наиболее частый вопрос в интернете, почему идет треск, из колонок. Вот. Так что это нормально. Ставьте себе 512 там или сколько там и треск соответственно пропадет. И вообще маленькая задержка необходима зачастую лишь для живого исполнения, как я считаю. Это не всегда обязательно, и поэтому вы можете спокойно расслабиться и не переживать по этому поводу. Вот. Я только недавно совершенно сел за меди-клайотуру и на ней надо еще уметь играть. Вот. Так что давайте поедем далее. Вот. Теперь давайте все-таки создадим свой инструмент, как мы планировали. Я, как вы могли видеть в начале этого видео, активно домучил детскую игрушку, чтобы записать ее звуки чисто в линию, чтобы было стопроцентное как бы качество. Давайте запишем с нее все звуки и мелодии. Там имеются еще мелодические какие-то переливания. Вот. Мы их запишем на будущее. Вдруг нам пригодятся какие-то там переливы. Ну и так запись поехала. Что примечательно, что в отличие от записи с предусилением, запись этой игрушки напрямую в линию дало мне какое-то жуткое искажение кислотное совершенно. Вот. Наверное, что-то там какие-то несовпадения по сопротивлениям, что в итоге дало нам такой вот эффект интересный. Что, конечно же, хорошо. Попробуем и его. Ну а теперь давайте, наконец, сделаем наш первый сэмплер. Каким образом мы будем это осуществлять? Мы будем назначать все эти звуки соответствующим нотам на MIDI-клавиатуре. Там, на виртуальной, неважно. Но, как вы слышали, здесь далеко не все ноты присутствуют, тут нет полутонов, и поэтому некоторые пропущенные звуки мы будем использовать в качестве них ближайшие соседние, существующие, растягивая их на полутона. Ну и, как вы понимаете, мы могли бы сделать вот так, например, то есть просто засемплировать один звук, но при этом мы как бы внизу, там, вверху получаем искажение тональности, ну и, соответственно, там, битности. поэтому давайте мы сделаем по уму и сделаем что-то типа эмулятора этой игрушки. И у нас вот на этот счет есть два способа. Первый способ это загрузить, собственно, этот сэмпл нам в сэмплер, нажать вот эту кнопку и найти эту нотку здесь и выделить для сэмплера ее как основную. Вот, это будет быстро и удобно, как бы говоря. А второй способ это будет записать все эти звуки отдельно для того, чтобы мы уже могли их назначать через кнопку Browse. Вот эту Browse. Ну, так как с первым способом мы уже более-менее с вами познакомились, давайте сохраним все эти звуки отдельно. Ну, тем более, что мы будем в ближайшее время использовать более продвинутый сэмплер Native Instrument Contact, для которого нам понадобятся эти звуки в отдельном виде, отдельными вавками, скажем так, вейв-файлами. И вот тут давайте я вам покажу замечательный способ пакетно сохранять эти наши звуки разными вейв-файлами, именно пакетно. В Reaper есть такая функция очереди на рендер. Ну, кто не знает, рендер это такой пересчет или как там финальная оцифровка звука. Так, давайте пока отключим привязки все наши магниты. Выделим первую ноту для начала. Нажимаем Ctrl-Alt-R от слова Render. Выставляем здесь что? 44-100. Максимальный ставим Resample Mode. Так, важно. Мы будем экспортировать с вами выделенный фрагмент. И вот тут не забывайте, так как если бы галочка стояла у нас вот здесь, например, то мы бы экспортнули весь наш файл до конца. Нам это не нужно. Так что вот тут повнимательней. Так, что еще? Название файла будет у нас синтюк. Давайте один. Это будет у нас первая нота. Далее будем мы называть 2, 3, 4 и так далее. Формат Wave в файл 24 бита поставим. Дизеринг Дизеринг это такая опция, которая подмешивает к звуку незаметный уху микрошум для придания звуку микроискажений, как бы говоря. Ощущение некой нелинейности. Но есть моменты, когда эта функция конечно пригождается. У меня встречалось например при записи тарелок создается некое ощущение воздуха. но она настолько неощутима, что в принципе ну вообще дизеринг мало кто верит и тем более что есть более продвинутые для этого плагины на этот счет. Так что не забивайте голову. И вот тут мы с вами можем просто нажать кнопку рендер и отрендерить этот файл сразу. Либо мы можем поставить этот участок в очередь на рендер. Давайте поставим его в очередь. Нажмем эту кнопку. Теперь давайте то же самое проделаем со следующей нотой. Мы ее выделяем нажимаем Ctrl Alt R и название меняем на синтюк 2. Ставим в очередь и так мы делаем до конца. Давайте я все быстро это сейчас промотаю. Вот. Теперь когда мы все это проделали мы в меню файл вызываем Show Render Queue Показать очередь на рендер и тут как вы можете увидеть все эти наши файлы имеются в очереди. Что удобно в этой функции так то что в очередь на рендер вы можете ставить участки из любых проектов совершенно не привязанных к данному. она наполняется вне зависимости от того открыт этот проект сейчас у вас нет она его все-таки найдет откроет и отрендерит. Очередь запоминается даже при перезапуске программы то есть программа будет помнить ваш список. Это очень удобно когда необходимо например отрендерить сразу есть альбом все сведенные ваши композиции сразу со всеми эффектами и там вот подобное за один раз. Ну как бы мы могли сразу нажать кнопку рендера отрендерить сразу но я вот вам показал эту функцию чтобы вы просто про нее знали. Понятное дело что мы могли это все сделать быстро и нажимая кнопку рендер просто если бы у нас к примеру сверху дорожки это и лежала бы куча каких-нибудь совершенно сложных эффектов которыми бы мы загрузили процессор и скорость пересчета существенно возросла бы у нас на один звук ну или например там если бы у нас звуки были по 6 часов вот такую бы мы музыку делали то есть один звук у нас долго бы экспортировался и вот тут конечно выгоднее сделать очередь и уйти пить кофе чтобы вот эта вся значит очередь у нас цифровалась вместо того чтобы постоянно прерывать свою деятельность и работу на ожидание рендера и на наблюдение за переворачивающимися часиками мышки так так все все с этим разобрались и как вы видите все эти файлы у нас сохранились в соответствующих папках которые мы создали вот папка корявый синтюк вот и теперь у нас в принципе все готово для того чтобы делать наш с вами первый сэмплер эмулятор и вот что получилось теперь давайте назначайте звуки соответствующим нотам итак давайте добавим нашу первую ноту то есть наш первый сэмпл в сэмплер итак здесь есть у нас в сэмплере несколько режимов режим полутонового клавира то есть нота будет повышаться по полутонам режим свободно конфигурируемый и режим игнорирующую высоту тона то есть куда бы вы ни нажали тональность при этом останется у нас прежней оригинальной итак выберем полутоновый клавир классический и здесь у нас вот общая громкость как вы видите это панорама на левый и правый канал наушников ноут старт это откуда на клавиатуре будет начинать играть наш сэмпл с какого места давайте назначим его сейчас на ноты е3 это ми третьей октавы по вот здесь указывается по кудо это делается по фа диез то есть у нас будет ми и полтона выше потому что как вы помните у нас полтонов не было на нашей игрушке мы их делаем искусственно сейчас вот то есть наш сэмпл будет работать только на две клавиши сейчас на всех других клавишах он работать у нас не будет это мы сделали для того чтобы на следующие клавиши на все остальные мы смогли назначить наши оригинальные сэмплы которые у нас имеются для каждой клавиши за исключением полутонов и таким образом мы будем поднимать наш тон двигаясь по клавиатуре вверх вот значение пич старт с какого тона начинать поднимать высоту ставим на значение ноль то есть мы будем плясать от е3 от нашей ми третьей октавы если у нас будет стоять ноль то у нас как бы вся клавиатура начнет читаться от этой ноты как будто у нас тут начинается клавиатура только начинается отсюда вот это все настройки тональности высоты тона вот и вот тут есть еще параметры атаки и релиза атака у нас отвечает за начало звука за его старт ну и правильно говоря за его атаку а если мы поставим ее большой то звук будет у нас наступать плавно вот релиз это затухание звука подобно педали на пианино если вы помните если у нас релиз стоит короткий то конец звука у нас будет обрабатываться сразу как только вы подняли палец с клавиши вот а если мы поставим ее длинную то сработает сустейн и несмотря на то что вы очень быстро нажали и отпустили клавишу звук будет звучать с хвостом то бишь говоря плавно затухать небольшая теоретическая вставка дальше следует ноты как правило обозначаются буквами начиная с ноты ля которая обозначается буквой а вот и далее по гамме если двигаться то дальше будут эти буквы развиваться по алфавиту вот идем ля си до ре ми фа соль и опять следует ля соответственно ля у нас буква а си у нас буква б до ну и так далее все что ниже ноты на полтона обозначается бемолем маленькой буквой б рядом с основой которая приписывается вот к примеру фа бемоль фб пишется то есть это нота фа ниже на полтона а это и есть кстати говоря ми буква е все что выше основной ноты на полтона обозначается как раз диезом решеткой к примеру ля диез это ля выше себя на полтона так с теоретической ставкой мы закончили дальше едем макс войс это грубо говоря полифония сколько одновременно можно играть звуков сейчас стоит здесь единичка то есть одновременно мы можем играть один звук ну и как вы это понимаете это нам не позволит взять к примеру аккорд давайте поставим тут 16 все равно больше 10 пальцев у нас нету и мы можем теперь брать аккордом наш звук но сейчас мы конечно не можем брать аккордом потому что у нас всего две ноты имеются в распоряжении далее миди каналы вот здесь хотелось бы отметить что формат general миди работает с 16 отдельными каналами на которые вы можете назначить соответственно 16 инструментов из 127 возможных вообще цифра 127 это такое священное миди число оно будет очень часто вам встречаться вот причем барабаны в миди обычно идут на 10 канале не путайте канал с миди дорожками в рипере вы можете использовать все 16 каналов миди в одной дорожке рипера и так конечно же до бесконечности вот а к примеру если взять чистый миди редактор к примеру там cakewalk то есть программа предназначена для создания миди файлов миди музык то уже программа устроена по этому принципу очень жестко так как он работает только с миди и больше ни с чем у него в распоряжении имеется только 16 каналов на которых можно использовать соответственно только 16 инструментов из 127 возможных но также в миди сверху имеются 16 портов если вы хотите в каждом из которых вы также можете создать по 16 каналов вот и таким образом расширить возможности вот сейчас у нас стоит нулевой канал но как бы не существует в рипере это означает что сэмплер в данном случае наш использует все каналы где бы мы не играли на нашей клавиатуре и какие там настройки не стояли бы дальше это галочка loop петля то есть если мы не отпустим клавишу наш звук будет постоянно повторяться самого начала так ну вот первые две ноты нашего сэмплера созданы и давайте продолжим продолжим мы с вами с вставки второго сэмплера который будет у нас обрабатывать следующие ноты так для этого мы сейчас должны на следующий свободный слот дорожки слот эффектов вставить второй сэмплер оба они будут у нас работать в сквозном режиме так что не переживайте на этот счет вот вторую ноту мы также вставляем в новый сэмплер сейчас она у нас будет звучать конечно же везде потому что мы ее не ограничивали нам надо ее ограничить следующими клавишами G и GDS вот а если ориентироваться по цифрам если ориентироваться по цифрам то ограничить клавишами 54 55 если ориентироваться на цифры вот теперь посмотрим как оба эти сэмплера у нас работают одновременно вот это окошечко у нас будет мигать каждый раз когда в сэмплер поступает какая-либо миди команда ну то бишь нажатие на клавишу и вот смотрите на их поведение отсюда у нас работает этот сэмплер вот а на этих клавишах у нас уже начинает работать вот этот ну я считаю что это сделано в риппере достаточно неудобно и коряло конечно пусть они не обижаются и по этой причине я предлагаю не продолжать делать наш виртуальный инструмент на базе простенького рипперского сэмплера мы с ним просто немножко разобрались и лучше сразу давайте пересядем на сэмплер native инструмент контакт который наворочен конечно неимоверно дорогие мои друзья где его достать думаю вы разберетесь без проблем самостоятельно интернет вещь широкая глобальная при установке вы там укажите папку вст куда скопируется библиотека dll и у нас в риппере мы уже заходим в установки нажав там ctrl p и сканируем папку вст на наличие новых плагинов нажимаем вот эту вот кнопочку теперь все что есть новое у нас в этой папке обязательно появится у нас теперь в списке наших эффектов вот теперь давайте добавим к нам на дорожку контакт теперь нажимаем на свободный слот и здесь смотрим в директории вст и инструменты контакт вот он у нас тут есть и вот мы его запускаем ну контакту конечно же надо посвятить отдельный совершенно урок потому как это очень серьезный так достаточно прибор который используют достаточно серьезные дядьки во всем мире вот но мы сегодня не будем пытаться грызть этот гранит науки а просто попробуем его слегка как-то наслюнявить итак давайте начнем потихоньку большой кайф как я считаю контакта заключается в том что он работает с пакетами сэмплов конечно это очень удобно для того чтобы добавить в сэмплер сразу все наши звуки мы откроем медиа эксплорер и с шифтом выделим все необходимые наши звуки а теперь просто перетаскиваем их на вот эту зону контакта все сэмплер уже у нас создан звуки в нем уже имеются надо их только распределить давайте нажмем на вот этот вот ключик чтобы попасть в настройки и здесь идем сразу в редактор карт мэппинг эдита чтобы вы знали распределение сэмплов относительно там нот клавиатуры и громкости нажатия на клавиши это все называется мэппинг картирование такое тут все просто как вы видите но русские шрифты мы не поддерживаем но цифра слава богу видно и вот наш первый сэмпл номер один давайте мы его перетащим на c3 c3 и распространим его на полтона вверх растянув вот этот квадратик вот так достаточно удобно можно это сделать далее второй сэмпл мы перетаскиваем сюда и также распространяем его на полтона вверх и так мы делаем со всеми нашими сэмплами вот слушаем как оно какие у нас тут ошибки бывают ага так вот это не так немножко да ну вот здесь видимо у нас нотка была вот теперь вроде ровно звучит и так мы делаем со всеми нашими сэмплами вот как вы видите есть тут кнопка трекинг 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 она включает хроматический режим клавиатуры вот можно здесь в этом отключив эту кнопку услышать оригинальную высоту тона сэмпла вот кнопка реверс обратит сэмпл то есть будет играть его задом наперед тюн подстраивает высоту тона вот этими кнопочками мы можем зумировать окно все основные настройки отображаются вот тут у нас сверху здесь диапазон звучания конкретного сэмпла откуда докуда диапазон громкости какая у нас корневая нота от какой сэмпл будет плясать у нас громкость уже звука данного участка панорама подстройка тональности тюн вот так а теперь давайте наши края края наших сэмплов мы растянем на всю кухню чтобы не терять пространство клавиатуры чтобы у нас там тоже были звуки вот так теперь у нас звучит все и везде далее нам надо добавить к нашему новоиспеченному инструменту атаку и релиз как у нас было в стандартном реперном сэмплере легко важно знать что это параметры громкости потому как именно громкостью делается вот эта плавная атака и затухание звука в тишину собственно говоря и зная это мы в левой части контакта выбираем вкладку модули здесь находится библиотека подключаемых модулей контакта ну их тут жопь сколько и нам нужен сейчас раздел envelopes что переводится как огибающие и вот понятие атака и релиз относятся вот чтобы вы знали к понятию envelopes и обозначаются кратко env тремя буквами первыми env ну практически везде так сокращается здесь мы выбираем ahdcr я буду его так называть потому что я не знаю как его произнести что расшифровывается а атак атака h hold удерживать звук decay d буква длительность звука s это sustain r это релиз затухание вот а теперь нам надо назначить этот модуль ручки громкости как мы уже говорили это чисто параметр для громкости нашего инструмента это ручка вот она volume volume это громкость мы его просто перетаскиваем мышкой на него и и вот у нас все работает теперь у нас появился блок мод модуляторы сокращенно где виден модулятор envelope ахдср с его настройками так а вот эта кнопка которая вот далеко она нас перенесет вниз к параметрам этого модулятора давайте попробуем давайте попробуем поменять атаку работает вот релиз тоже работает ну как вы понимаете такой же модулятор можно добавить допустим на панораму на пан а также на параметр tune можно добавить его высоты тона и он таким же образом будет управлять поведением этой крутилки в соответствии со своим вот этой со своей кривой envelope так что как вы видите это очень круто теперь давайте отредактируем еще один наш сэмпл сделаем ему бесконечный лумб чтобы при нажатии на клавишу наш звук играл бесконечно и мы могли бы в дальнейшем полноценно использовать его длительный сустейн и релиз вот для этого мы должны дважды щелкнуть на соответствующем сэмпле здесь да и попадем мы в редактор волн wave editor вот тут нам предлагается куча всего ребят не пугайтесь но будем потихоньку по порядку продвигаться нам нужна сейчас вкладка сэмпл луп то есть это как раз петля сэмпла давайте мы его активизируем нажав на вот эту вот кнопочку и теперь у нас при нажатии на клавишу сэмпл будет играть по кругу вот этими рамками вот этими рамками мы можем указать где конкретно у нас будет работать луп какой участок нашего сэмпла он будет повторять давайте покажем их на середине послушать мы можем нажав на рамки маленькую вот эту кнопочку play как мы ее нажмем там появится кнопка стоп вот если у нас слышен щелчок на повторение лупа это значит на у нас фаза не совпала мы с вами по моему в первом занятии у нас была такая интересная тема вот мы эти щелчки разбирали мы можем легко подкорректировать стык лупа что удивительно вот этой опцией loop edit здесь мы уже четко видим подсказку контакта куда нам надо двигать луп краешек да чтобы у нас не было никаких щелчков за что я хочу просто выразить огромный респект разработчикам этой программы вот эти рисочки с буквами с и е старт и энд указывают где наш сэмпл стартует собственно где он заканчивается вот к примеру хотим мы вот начать наш сэмпл играть отсюда вот так давайте то же самое проделаем сейчас для всех других наших сэмплов чтобы они у нас были все бесконечные длительные я немного перемотаю этот момент чтобы сэкономить время и так очень длительный урок получается но я надеюсь что вы его смотрите хотя бы по частям чтобы не заснуть так ну вот сделали да теперь по сути мы получили бесконечный такой синтюк и можем делать из него что нашему значит нашей душе угодно даже скрипки и пэды и давайте попробуем поиграться с настройками и сделать что-то напоминающее пэд идем в настройки сделаем здесь плавную атаку длительную и долгое затухание релиз дальше мы можем обработать это все эффектами конечно же ну вот что-то получилось у нас да а теперь давайте сверху наложим очень модную обработку типа кат-офф это очень популярная обработка среди электронных музыкантов это вырезание фазы звука определенных частот звука эффекты мы будем перетаскивать вот на вот эти вот слоты слоты эффектов для нашего инструмента сейчас мы идем в раздел модули здесь фильтры да фильтры ибо котов у нас относится к фильтрам а тут выбираем мы 4-пол BP фильтр с одним горбом и попробуем изменять его параметры да перетаскиваем его сюда ну вот так получается вот а теперь я хочу к примеру чтобы у меня этот фильтр постоянно крутился то есть постоянно жил чтобы у него было постоянное изменение и это можно сделать легко с помощью так называемого LFO LFO расшифровалось как Low Frequency Oscillator то есть генератор низкочастотных колебаний так называемый колебаний импульсов а теперь мы идем в модуле модуляторы ищем LFO вот и здесь есть модулятор Sine синусоида и мы его назначаем параметру Cutoff нажимаем на кнопочку сострелка и перейдем вот в окно редактирования синусоида но как вы видите синусоида имеет частоту Frequency параметр атаки Fade In и собственно фаза которую мы можем менять она синусоида это будет постоянно генерировать у нас движение в соответствии со своей частотой фазой вот мы можем сделать частоту быстрой как вы понимаете теперь давайте мы добавим еще несколько эффектов я пока про них не буду особо рассказывать про эффекты потому что мы все-таки посвятим им отдельный урок сейчас я просто их добавлю и все так для добавления эффектов можно нажать также на плюсик в свободном слоте и тут у нас есть фильтры эквалайзеры ну и собственно эффекты вот ну давайте пока поставим какой-нибудь ну к примеру ротатор да ну тут пока все так а в insert эффектах они отличаются чем я расскажу чуть попозже мы поставим эхо да или правильно оно называется дилей давайте еще поставим также сюда хорус и реверберацию сделаем ее максимально большой дилей Ну вот, получили достаточно забавный аналоговый такой пэд, и кто бы мог подумать, что он получится у нас из обычной детской такой вот пукалки дешевой китайской, да? И в завершение к этому я уже хотел бы коснуться еще одного интересного момента, про который я забыл рассказать. Опять давайте перейдем в редактирование сэмпла и выберем здесь вкладку Zone Envelope. Здесь мы можем добавлять различные кривые изменения от, допустим, громкости, панорамы и тональности. Также тут есть кнопочка At Last Touched, то есть добавить последний касаемый. То есть вот в эту кнопочку попадет тот параметр, который мы последний раз коснемся мышкой. Какой крутилке мы коснемся мышкой здесь. Давайте добавим пока Tune, нажав сюда вот, вот у нас появилась линия изменения тональности. И мы можем теперь добавить несколько точек и изменить эту кривую. Теперь при воспроизведении этого сэмпла, как вы слышите, сэмплер у нас меняет тональность в соответствии вот с этой кривой. Но сейчас здесь мешает глухой фильтр, котов у нас стоит. Давайте его отключим пока временно. Чтобы временно отключить какой-либо эффект, достаточно нажать на его кнопочку вот тут в уголке Bypass. В уголке B. То есть этот эффект не будет участвовать у нас в стеке. Ну а что тут резюмировать? Итак, понятно, что с помощью этого сэмплера, контакт, вы можете совершенно безгранично разрабатывать свои и творить свои собственные музыкальные инструменты. Это огромное поле для экспериментов со звуком. Вот. И я думаю, что, наверное, для этого урока и так слишком много мы разобрали, да. И, наверное, в следующем уроке мы с вами попробуем уже написать какую-то партию в формате MIDI в Piano Roll, да. И там уже более подробно ознакомимся там с функциями контакта и будем уже непосредственно придумывать партию нашего синтезатора и обрабатывать ее эффектами. Вот. Я немножко начну рассказывать все-таки про эффекты, для чего они нужны. Вот. Ну, посему давайте все-таки, наверное, мы с вами попрощаемся. Я очень надеюсь, что мы с вами встретимся в ближайшее время. Вот. Спасибо большое за внимание. Кто это осилил, досидел до этого момента. Ну, а с вами был традиционно Сергей Горбачев, и он направляется сейчас на кухню, чтобы вы знали, пить кофе.